привет друзья часто стал замечать в комментариях под моими фильмами соход вопросы связанные с боеприпасом то есть чем стрелял какой патрон какой номер дроби и так далее то есть спрашивайте о характеристиках как я понимаю тема оказывается довольно интересная особенно для начинающих охотников довольно сложно разобраться во всех этих номерах дроби какой патрон подобрать именно для начинающих охотников новичков я решил обобщить все эти вопросы и вот детально как тоже по традиции у нас с вами заведено все разжевать показать и объяснить данные материалы будут разбиты на две части вот в этой первой части я вам объясню детально как вообще формируется номер дроби что это собой вообще представляет ну а второй части я вам расскажу о своем опыте и опыте коллег охотников какой дробью я стреляю ту или иную дичь то есть в итоге у нас с вами получит такой сборник ответов на вопросы по боеприпасу под ту или иную дичь под 12 калибр и вот в этой первой части я вам постараюсь объяснить некие базовые понятия о дроби что это вообще за номера такие дроби откуда они берутся и что они собой представляют ну вот примеру друзья давайте возьмем с вами нарисуем вот такой вот круг будем считать что это у нас с вами цельный свинцовый шар некое ядро теперь это ядро условно говоря делим на три части и получаем картечь диаметром 525 миллиметров вообще вот запомните что любая дробь размером более пяти миллиметров уже будет относиться картечи то есть вот это у нас с вами картечь существует масса размеров картечи что объясняет необходимостью подбирать ту или иную картечь под каждое конкретное ружье как правило сейчас картечь не имеет каких-либо номеров но раньше существовали деления ее на номера в зависимости от ее диаметра скажем картечь диаметром пять с половиной миллиметров обозначалась как 6 нулей а 225 как 5 но предлагаю нам с вами слишком вот не заглубляться в параметры этой картечи если кому-то интересно более детально изучить эту дробь то милости прошу в google погуглите найдете массу информацию мы же с вами едем дальше теперь делим еще каждую вот эту дробину условно говоря на две части и уже получаем с вами дробь с номером 40 диаметром 5 миллиметров теперь если мы разделим каждую вот эту дробь еще на две части ну так условно говоря грубленно то мы получим уже дробь с номером 30 и ее диаметр будет составлять 475 если память не изменяет у трех нулей ну то есть и дальше вот делим еще эту кучу еще на две части каких-то грубо говоря огрубленно получаем номер три нуля диаметр четыре с половиной миллиметров дальше там поделили еще получили еще более мелкие дробины с номером один и диаметром четыре миллиметра ну и так далее поделив еще вот эти мы получим там уже дробь номер 2345 там и так далее ну теперь друзья я надеюсь вы заметили такую некую закономерность что номера дроби идут от меньших цифр к большим а диаметр дробин при этом уменьшается говоря вообще простым языком совсем простым номер дроби зависит от того насколько поделен цельный шар ядро чем больше его поделить тем меньше диаметр дробинок становится ну и соответственно сами дробинки эти шарики становятся мельче вот такой старенькой таблички приведены номера дроби с указанием их диаметра самой мелкой дроби считается номер 1211 ее диаметр будет составлять 125 150 миллиметров то есть один с половиной миллиметров соответственно но такая дробь используется крайне редко в основном для охоты на какую-то очень мелкую птичку на близком расстоянии а вот так выглядит собственно и сама дробь вот здесь картечь 40 дробь трешка семерка как правило металлическая дробь имеет форму шара но встречается и квадратные дробины такое тоже бывает если говорить о составе металлов то в основном свинцовые дробь имеет небольшие примеси других веществ там сурьмы олова мышьяка однако в каждой стране есть свои предпочтения и правила изготовления дроби скажем во многих европейских странах там франция дания испания швеция например запрещена свинцовая дробь это обусловлено естественно защита окружающей среды как вы видите друзья ничего сложного с этими номерами нет все довольно просто и понятно ну и напоследок давайте я расскажу немного о устройстве патронов что за них на маркировка из чего они состоят я держу в руках заводской патрон от скм индустрии несколько слов о маркировке вот здесь мы видим с вами что это патрон дроби номер четыре диаметр 3 25 миллиметров дроби и ее длина то есть его длина патрона 70 миллиметров значит сама гильза завальцована звездой как вы видите на коробке вот этих патронов обычно завод ставит штамп с даты изготовления патронов и какими-то данными о парахах вот здесь маркировка дроби от охотничьи дробь но она ровным счетом нам ни о чем не говорит твердая но это твердая дробь я просто их знаю давайте сейчас я предлагаю разобрать этот патрон и мы с вами посмотрим из чего он состоит внутри ну вот друзья я разобрал наш с вами патрон значит ничего тут сложного нету вот сам сама гильза капсуль вот я срезал эту завальцовку соответственно в начале в самом туда капсулю идет порох это импортный порох как мы выяснили с вами по маркировке на коробке какой именно я сказать не могу там не указано это контейнер патрон контейнерный который при выстреле раскрывается то есть вообще контейнерные патроны служат для дальних выстрелов вот эту как раз четверку я использую в основном для охоты на утку для охоты на утку там лето осень но об этом в следующей части значит в начале там засыпан порох далее сверху контейнер идет и уже в контейнере вот эти дробинки вот она четверочка кстати да я забыл вам сказать что от номера дроби зависит количество дробин которые находятся в патроне вот я сказать точно не могу не буду обманывать не знаю сколько здесь штук но где-то в районе у четверки где-то в районе там 140 есть эти таблицы где это все четко написано в принципе на заводе на самом можете уточнить собственно вот все просто ничего тут устройство такое ничего сложного в этом нету ну вот в базе это пожалуй все что я хотел бы вам на сегодня рассказать о номерах дроби и боеприпасов хочу лишь добавить что многие охотники сами предпочитают снаряжать патроны изготавливать дробь я все проходил друзья свое время и в итоге пришел к заводским патронам которые наиболее подходят к моему ружью который любит ствол ружья так скажем показывает идеальную кучность и как говорится не грею себе больше голову если у вас будут возникать какие-либо вопросы по номерам дроби и так далее пожалуйста не стесняйтесь писать в комментариях я буду стараться отвечать на ваши вопросы мне же остается с вами попрощаться по традиции пожелать вам большущей удачи на охоте в жизни мы в следующей части я вам расскажу какие номера дроби я какими номерами я стреляю ту или иную дичь что ж всем пока увидимся в следующей части я вам расскажу